Приемы из живописи, в том числе даже современные вот такие хитрые приемы, которые звучат. Сметану. Такую слякотную сметану. И этой белой слякотной сметаной наполним весь холст. Когда мы наполним весь холст этой сметаной, мы возьмем тряпочку. Сделаем из нее фигушку и распределим белило по всему холсту равномерно. Не вытрем краску, а только распределим. И уже в это мы введем три главных цвета. Это синие или голубые, это красные или розовые, это желтые. Все три являются главными составляющими живописи. Поэтому прямо в эту белизну мы начнем свой цветовой приоритет вгонять. Возможно это будет приоритет голубого, возможно розового, возможно солнечных мотивов. Хорошо? То есть каждый из вас поступите в цветовую завязку, сделайте с каким-то приоритетом. Но живопись любит сложный цвет. Поэтому если у вас будет сложный цвет, это выгодно. Грязноватый, сложный цвет. Потому что на сложном цвете любой чистый цвет прозвучит звонко. Прозвучит звонко. Ладно? То есть поскольку речь идет о живописи, а не просто о покраске стены нужной тональности, то лучше грязноватый. Но грязноватый может быть в пользу голубого, в пользу розового и в пользу желтого. Вполне. Можно и не размазывать, это тоже красиво. Есть определенное проявление заслоненности одних с другими. То есть уже уход в пространство произошел. Поэтому может быть двигаться в этом направлении, а не в этом. Давай. Надо добить, чтобы не было напрасной незаконченности. И тоже, на мой взгляд, сильный будет ход, если появится белый каркас. Что он будет из себя представлять, уже от тебя будет зависеть. Но либо белый, либо темный. Темный это коричневый, голубой, розовый. Даст просто мощный темный цвет. Можно в сочетании. Прошу? Давай, пощупай. Намек на рисунок. Не обязательно внятный рисунок, можно намек, но каркас чего-то. Сейчас пока есть первичный хаос. Где-то дать намек на рисунок. Почему? Особенно вот это, конечно, окно. Вот. Может быть, может быть, применять вот этот инструмент. А, да. Тоже как элемент рисунка. Да? То есть вот эту шершавинку, допустим, сбивать. И побольше неоднородных вещей. Чтобы, вот скажем, эта линия, которая протиражировала. Почему? Вот я сбил, стало лучше. Потому что она уже не равна этой линии. Она уже как целое пятно звучит. То есть сочетание контрасты цвета. Контрасты. Контрасты тона. Контрасты соразмерностей. То есть одно тоненькое, другое расширяющиеся. Контрасты. Ну да, тоном мы уже обсудим. То есть вот контрасты тоже нужны. Ты видел, да? Прямо просится где-нибудь. Но не лепит. Это сложный нюанс пока. Так. Так. Хорошо. Ну что, тогда, на мой взгляд, желательно сделать ее цветом. Да, немножко. Это надо будет, да. Смотрение пронилось будет. Можно взять трепуленцию. Перемолоть. На. Розовый. Хорошая идея цвета волос вполне. Но волосы лучше сделать вот такой соломочкой. Вот такой. Вот такой. Не мастихиновый. Согласна, да? Да. Дожди, что я туда же это делаю. Вот. Можно было бы внятно отделить. Вот. Такое нембообразное совершить отделение. Посмотреть, как поработать с этим пятном. И рисунок личико делать не тем способом, а вот таким. Вот таким. Вот таким. Получше так, да? Лучше так, да? Да. Что касается этой линии... пока это некрасивый веник то есть как-то с ним стоило бы иначе хотя он оформляет достаточно хорошо оформляет вот это зарождающиеся по фактуре это съедобно это из масляной живописи вполне ну не знаю еще поискать все-таки это место ну вот здесь вот это можно желтовато не обязательно белок желтовато здесь будет соус цвет соломы а здесь может быть цвет цвета касси желтой смотри это пятно это пятно и это пятно все одного размера значит вот всякую одинаковость избегаем тут была взаимосвязь между этими поэтому лучше эту взаимосвязь сохранить как некий поток да волосы лучше сделать плюс коричневизна желтого плюс легкая оранжевизна уж очень они зеленые они должны стать с собой соломенный цвет прибавим коричневый и розовый перемерим вот ту странность цветовую да согласна вот это тепленько сейчас желтого еще подцеплю перестает быть из-за этой тепленькости оно перестанет быть цвета лимона которому здесь нечего делать нечего по Желтый в чистом виде всегда создает идею лимонности цвета поэтому лучше дополнять его Желтый любит соседство розового ну либо в данном случае конечно так чуть-чуть усилим на мячик может быть усилим и 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 общую культуру общения с краской и делаем даже полную билиберду, она начинает звучать, потому что есть уже насмотренное человечеством людьми. А у живописи насмотрено, у масляной живописи. И если мы узнаем это, это насмотренное в абстракции, то мы начинаем ей доверять, что это не Коляка-маляка, не слон рисовал, а все-таки человек. с определенным культурным культурным содержанием кстати симпатичный звучит, а может быть вот таких еще чуть-чуть точечек каких-то создать то есть я вот посмотрел, что есть звучок а вот этот звучок, и я его попытался тоже запустить подхватывать, да? хорошо, спасибо, да